С детства Я принесла жена к моей затее уйти в туристический поход. Я обещал ей соблюдать правила безопасности. Достал литературу на всякий неожиданный случай и едва не опоздал на самолет. Лично я не признаю туристические походы. В доме отдыха, на всем готовом. Куда лучше? А природа? А уха? Да за одну рыбалку на Зорике можно полжизни отдать. Федя, она симпатичная. Где? Мария Ильинична, присмотрите, пожалуйста, за Катю. Мам, ну я же не маленькую. Молчу, молчу. Да все будет хорошо. Я привезу кинолетки с нашего похода, и вы увидите, как это замечательно. О, объявили посадку, а Якова Кузьмича еще нет. Ответа ухала. Ухала. Вы любите, как она летала. Вот, помогите. Возьмите. Яша, Яша, ну может передумаешь. Нет. Зачем тебе этот турбоход? До свидания. Жди. До свидания. Где ты там? Да я тут. Тут она? А памятки? Памятки где? Забыла. Ага. Вот они. Оказание помощи и взаимопомощи. Так называется роман, поглотивший Якова Кузьмича. Бросьте чтиво. Оглядитесь вокруг. Между прочим, я ищу подходящее изречение для вас, Федя. Канан Дойля или Сименона? Не иронизируйте. Кто бы мог подумать, что первозданная красота не в силах оторвать его от детектива? Еще немного, еще чуть-чуть, и ваш супруг пойдет сраженной. Кем вами? Пожалейте своего супруга и сами не злоупотребляйте солнечными ваннами. Кто меня подменит? Я. Я, 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 я. Извините. Вы наш кормчий. Вас надо беречь, а то пропадем без вас. Кстати, я вам советую одеть рубашку. А со мной не жарко? Нет. Так, инструкции советуют в туристических походах на воде быть всегда одеты. А-а-а. Ха. Удивляюсь вашей беспечностью. Суть противоречия нашего кормчего сильнее здравого смысла. Что, что вы делаете? Что вы делаете? В походах категорически запрещается пить сырую воду. Вот кипяченая вода. Благодарю. Не человек, а ходячая инструкция. Зря вы, он очень хороший. С голубого ручейка начинается река, Ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, Ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается с улыбкой. Ой, что там? Палец порезал. Сильно? Тихо. Только Якова Кузьмичу не говорится. Конечно, конечно. А вам нравится? Угу. Чудное он. Из-за такого пустяка может расстроиться. А? А? Папа. Вот не бегайте. Виноват. Расправляйте рыбу. Внимание! Я же впервые. Внимание! Смотрите! Тихо! Вы, вы только посмотрите, какие красавцы. Чему вы радуетесь? Не понимаю. Вы в них разбираетесь? Нет. В здешних местах очень богатая природа. Но среди грибов и ягод встречаются ядовитые. Лучше выбросить их. Обидно. Я ведь так старался. В походах надо быть особенно осторожным. Ой! Клюет! 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 Подсекайте! 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 Дергайте! Дергайте! Ну вот, все из-за ваших грибов. Пойду покажу Катюше. Может быть, она в них разбирается. Живем мы дружно. К моим советам прислушиваются все. Кроме Федора. Он словно хочет разозлить меня. Катюша прелесть. Мария Ильинична луху варит вкуснейшую. Не хлебайте. Тихо. Что вы себе позволяете? А вдруг это волчевыка или вороньи глаз? Вкусно. Вы уверены, что они съедобны? Вкусно, значит, съедобно. Угощайтесь. Нет. Неуверенный не ешьте. Так гласит инструкция. Инструкции пишут для новичков и простачков. Я вырос в семье геолога. Много раз ходил в походы. Представьте себе, обходился без ваших наставлений. У вас рыба на крючке. Ой! Подсекайте! Я поймал! Поздравляю! Я поймал! Я поймал, я поймал! Эту рыбу я поймал! Я поймал, я поймал! Эту рыбу я поймал! Поздравляю! Спасибо! Спасибо! Друзья мои! Вы себя так счастливы, друзья мои! Я словно заново родился! Боже! Оказывается, всю жизнь я обкрадывал себя! Ха-ха-ха! Поздравляю! Поздравляю! Ой! Не понимаю! Палец порезала! Перевязали? Нет! Почему? Не умею! Как же это? Без знания того, как оказать первую помощь, нельзя ходить в походы. Но ничего, дело поправимое. Сейчас мы вас перевяжем, и я вам дам крайне необходимую прошерку. Ой, потом! Яков Кузьмич! Яков Кузьмич, миленький, нельзя же из каждого пустяка делать проблему. Мы вас знаем, как лучшего санитарного активиста, но можно и на работе. Интересных маршрутов много, друзья мои, но к здоровью ведет лишь один маршрут. Соблюдение правил безопасности в походах. Я надеюсь, мы будем следовать именно этим маршрутам. Прекрасный тост! Прошу всех к столу! Сейчас, сейчас. Без пустяка моя, милая, все и возникает. Столбняк, холера, даже грипп тоже далеко не пустяк. Ну, Катюшенька, теперь он заставит тебя вызвать все параграфы, рекомендации, показания добрачебной помощи. Дальше экзамен устроит. Ну, друзья мои, прошу отведать домашний сок из облепихи. Машенька сама готовила. Куда же они запропастились? Ищи, ищи, а то в поле. Катюшенька. Яков Кузьмич, угощайтесь. Не до этого потом. У нас неприятность, товарищи. Пропали все инструкции. Яков Кузьмич, не волнуйтесь, обойдемся. Инструкции, палец перевезать. Ой, не могу. Ой. Федя, у вас явное отравление. Вам нужно срочно промыть желудок марганцовкой. Послушайтесь меня хоть сейчас. Поднимайтесь, я помогу. Пропал поход. Не зря я за тебя опасался. Предупреждал, просил. Яков Кузьмич, до ближайшей деревни, в семь километров. Ого. Вброд, говорят, да еще через год. Разве мы его донесем? Носилки соорудеем. Сходим с такого маршрута, ты из-за чего? Его срочно надо в больницу. А вы о чем говорите? Свой первый поход я вынес даже без простуды. Пусть я выглядел и смешно, но никому не доставил хлопот, как Федор. Беспечность никогда не приводит к добру, особенно на маршруте. И вообще, дорогие мои, самодеятельный туризм – дело серьезное.